Когда цветет обычный персиковый сад, любуешься его розовым туманом. Когда зацветает сад индустриальный, глаз не оторвать от его уходящих к горизонту идеально ровных рядов. Владимир Белецкий стал по итогам 2016 года Человеком Года, удивив Анапу смелостью и профессионализмом, с которыми решительно и уверенно взялся создавать сад нового поколения. Пока это первые 100 гектаров яблонево сада четырех сроков созревания. На территории муниципального образования города Анапа это первые 100 гектар, которые были заложены такого интенсивного типа. Инвестиции здесь составили порядка 250 миллионов рублей на эти 100 гектар. Планируется, что валовая выручка впоследствии, через три года, когда сад войдет в активную стадию подношения, составит порядка где-то 260 миллионов рублей. То есть, если сравнить с полеводством, которое в Анапском районе присутствует, то это равнозначно примерно 3000 гектар полеводства. Чтобы у сада было все, как заложено самой природой, сюда завезут пасеку. Но это не все перспективы. Анапское яблоко будет особенно ярким и красивым. Технологии и количество солнечных дней это умеют создавать. В семилетней стратегии это высадить порядка 600 гектар многолетних насаждений. Но это уже будут не только яблоки, это уже будут и другие многолетние культуры. Вполне возможно, тут будут персик, слива, груша, черешня определенного. Это на семилетней стратегии. В этом году, в 2017 году, планируем еще заложить 100 гектар еще яблоневого сада. Но уже с другими сортами, которые будут подходить. Также построить холодильник для хранения. Поставить небольшую сортировочную линию. То есть в следующем году, в 2017 году, в этом году, инвестиции составят, ну я думаю, что где-то в районе 350 миллионов рублей еще. А именно в многолетние насаждения. Проект достаточно интересный. Удивительно, что и традиционно раскидистые персиковые сады Владимир Владимирович намерен перевести на индустриальную технологию. Обновив обычный сортовой состав на лёжкие плоды. В этом году уже начнется закладка новых площадей.